Казахстанский легпром на грани банкротства. С таким заявлением выступают отраслевики. Спрос на продукцию легкой промышленности резко упал. И работники сферы просят их защитить. К сожалению, этой отрасли не как информационные технологии. Производить продукцию нельзя, сидя дома. При этом в правительстве на сложившуюся ситуацию смотрят куда оптимистичней. Там заявляют о росте показателей легкой промышленности за первый квартал года почти на 14%. Потребности внутреннего рынка текстильная швейная промышленность обеспечивает лишь на 8%. По обуви 1,5%. Столь низкие показатели не удовлетворяют отраслевиков, чья сфера бизнеса была в приоритете сразу нескольких государственных программ. Что ожидает казахстанскую легкую промышленность теперь? Как отсутствие маркетинга и креативных кадров отражается на отрасли? И почему в профильном министерстве считают, что легкпрому грех жаловаться на жизнь? Подробно в новом выпуске программы «Промышленность». Туфли и сапоги этого казахстанского бренда на рынке уже 6 лет. Ежегодно с маркой отечественного производителя выпускают до 12 тысяч пар обуви. Но шьют их не в Казахстане, а в Италии, за границей, как это делают практически все мировые бренды. Решение доверить производству существующим обувным фабрикам было принято по нескольким причинам. Их налаженная работа, доступность сырья, обученный персонал, готовность подстраиваться. При этом чек на произведенную обувь выше среднего. Но перемены считают владельцы возможной при переносе производства на родину. После снятия карантина прилетят итальянцы сюда, будут обучать наших сотрудников всем технологиям по шитью обуви. Естественно, мы будем закупать оборудование такое же, как и у них. Для поддержки легкпрома в нашей стране запускали не одну программу. Производство одежды по-прежнему относится к числу приоритетных программе «Дорожная карта бизнеса», рассчитанной сначала до 2020 года, а затем и до 2025. Производственникам дают льготные кредиты и предоставляют лизинговые сделки, в которых ставка вознаграждения равна 5% годовых. Полностью провели модернизацию своих производств. Закуплено самое современное технологическое оборудование. Например, такие, как система автоматизированного проектирования одежды, система раскроя уже с помощью лазера, изготовление одежды без швов, с помощью склеивания, запаивания и прочее. То есть очень много технологий, которые сегодня используются, конечно, они привзяты извне для того, чтобы повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции. И сегодня она ничем не отличается. По данным профильной ассоциации, здесь наблюдается значительное сокращение рабочих мест. Из 200 тысяч сотрудников сегодня на предприятиях легкой промышленности работают всего 13 тысяч. Легкая промышленность является одной из слабых сторон экономики Казахстана. Государство должно предоставить льготы, должно снизить налоговую нагрузку, должно улучшить кредитование, тем самым снизить риски финансовые. А предприятия должны коммуницировать друг с другом, то есть находить, улучшать свое производство. Понимают это и здесь. На одном из местных предприятий швейной отрасли, где более 10 лет занимаются разработкой и производством детской одежды, решили сделать ставку на качество. Здесь уверены в том, что этого можно добиться, изготавливая одежду из хороших экологичных тканей и на современном оборудовании, позволяющем сокращать себестоимость работ. Детскую одежду производят с фурнитурой, молниями, кнопками из Японии. Все делают на автоматизированном оборудовании из Южной Кореи, Австрии и Франции. Приобреталось оно в свое время в лизинг по государственной программе. По словам производителей, их главная задача была создать бренд, качество которого не отличить от европейского. Иначе доверия у населения не заработать. В Казахстане практически нет ничего из сырья и материалов для детской одежды. И что-то производится из хлопковых тканей у нас в Южном Казахстане, в Чемкенте. Но это очень грубый хлопок, который подходит для рабочей одежды и совсем не подходит для детской. Поэтому все материалы, из которых мы шьем детскую одежду, мы импортируем. Критерий номер два – это делать ритейл-формат, а не просто продукт. В нашем случае мы создаем микрокапсулы – это готовый гардероб для ребенка. Субсидий не получаем, к сожалению. Неумение создавать подходящий и актуальный гардероб – это ахиллесово пита казахстанских производителей одежды, делятся дизайнеры. На этом фоне выгодно выглядят зарубежные бренды масс-маркета, у которых за один календарный год выходит, нетрудно себе представить, больше 50 новых коллекций. Посмотрите сами, во что вы одеты. В одежду от казахстанских дизайнеров? Вряд ли. Большинство ориентируется на европейскую моду – зарубежных модельеров, которые служат ориентиром для стиля. Наши бренды не умеют делать коллекции. Что такое коллекция? Это не просто разрозненный набор вещей, которые никак друг с другом не связаны. Это вещи, связанные между собой стилистически и гардеробно. Потому что какая-то блузка должна сочетаться с юбкой, они должны сочетаться с каким-то пиджаком, с тем же пальто, платье должно сочетаться с плащом, брюки с футболкой. Вообще в стране были, есть и будут молодые талантливые модельеры, которые ищут свой стиль, но их изделия не доходят до массового покупателя. А как штучный товар стоят они немало. И по мнению членов Ассоциации легкой промышленности, без господдержки продукция казахстанских дизайнеров не сможет выйти за рамки отелье и домов мод и вытеснить с полок дешевую одежду и обувь из Китая, Вьетнама, Бангладеша. Итак, с одной стороны авторитет европейских модельеров, с другой – дешевая рабочая сила в странах Восточной и Южной Азии. Могут ли в этих условиях быть успешными отечественные предприятия отрасли? Могут. Некоторые из них нашли возможности для дальнейшего развития. В стране зарегистрировано 654 предприятия по пошиву одежды и 58 по производству обуви. Но для того, чтобы их работа была заметна казахстанцам, государство вновь намерено оказать помощь. При этом профильное министерство не считает, что отрасль на грани банкротства и от налогов легкую промышленность освобождать пока не планирует. Отрасль легкой промышленности не отнесена к наиболее пострадавшим от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Дорожная карта предусматривает мероприятия по обеспечению сырьем предприятий, в борьбе с нелегальным оборотом товаров, повышению доли казахстанского содержания, мерам экономического стимулирования, а также системным мерам поддержки. Чтобы поддержать отечественных производителей, казахстанские госорганы и насхолдинги должны будут закупать продукцию легкой промышленности и довести этот объем обязательных покупок до 90% к следующему году. Меры поддержки будут носить систематический характер, говорят эксперты. Иначе все попытки помочь отрасли не принесут должного результата. Но все же это лишь малая часть того, что нужно сделать для развития легкой промышленности Казахстана. За последние 10 лет импорт товаров увеличился на 190 раз, в то время как экспорт товаров всего лишь на 50%. То же самое можно сказать и касательно производства. В реальном выражении производство легкой промышленности увеличилось только на 36%. По словам экспертов, в Казахстане ощущается дефицит квалифицированных кадров для работы в легкой промышленности. Назвать точную цифру, сколько на сегодняшний день требуется специалистов, сложно. Таких данных нет и у самих отраслевиков. По данным Министерства образования, кадры для легк промо у нас готовят 94 учебных заведения. В них учатся больше 10 тысяч человек. Основная часть выбирает швейное производство и моделирование одежды. Судя по всему, им и предстоит решать вопрос с созданием конкурентоспособного товара. У казахстанских брендов есть какие-то совершенно непроизносимые названия. Не только для людей, кто не из Казахстана, а даже люди, живущие в Казахстане, иногда смотрят, там латинице написано, там наша какая-то казахская фамилия. И она совершенно нечитаемая, непроизносимая. То есть с брендингом большие проблемы. Правильная стратегия увеличивает объемы продаж, говорят дистрибьюторы. К примеру, отечественный бренд детской одежды снискал популярность среди казахстанцев, в том числе и в Таразе. И немалую роль в этом сыграл подход к продажам. Мы, допустим, представлены в концепте стрит-ритейл. То есть у нас маленький магазинчик, мы находимся под крышей торгового центра, но у нас выход на улицу. И в этом формате мы функционируем уже более 7 лет. Мне кажется, это наиболее такой вот оптимальный вариант, особенно для регионов, когда мамочка там с ребенком идет мимо и прям заходит в наш магазин. И поэтому где-то 40% покупок у нас такие импульсные. Вот мама шла мимо, да, и что-то такое приобрела. Решить основные проблемы Легпрома планируется через госпрограмму «Дорожная карта бизнеса 2025». Оторцелевики предполагают, что это будет непросто, ведь несмотря на все прилагаемые усилия, сейчас у нас практически нет отечественного сырья. Более 90% импорт. Чтобы выпустить одно изделие, надо ткань привезти из Италии, нитки из Англии, подкладочную ткань из Франции, Греции, Китая. И в отрасли так работают все, даже пуговиц своих нет. А теперь только представьте, сколько надо провести переговоров, заключить договоров, чтобы все эти составляющие будущего наряда оказались в одно время на одной фабрике и превратились в костюм или платье. Своё сырье и комплектующие сократили бы время и затраты на эти процессы в несколько раз, что однозначно скажется на конечной цене товара для потребителя. Субтитры создавал DimaTorzok